Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Нашел статью в издании «Спутник Армения» под названием «Армянская лопата против азербайджанского трактора. Что творится на передовой после войны?» Решил с вами поделиться. Спустя полтора года после окончания войны условия боевого дежурства в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе оставляет крайне тяжелое впечатление. После кровополитной войны большинство новых участков на армяно-азербайджанской границе, а также на линии соприкосновения на горном Карабахе, в общем, до сих пор не оснащены современным инженерным оборудованием. Армянские военнослужащие, которые несут там службу, лишены элементарных условий, о чем свидетельствуют периодически появляющие в сети видеоролики, которые там выкладывают сами армяне. Ну вот в связи с демаркацией границ там и в Зангизуре, и там Кафани, там многие участки перешли, ну, как сказать, на территорию в пользу Азербайджана. И теперь армяне, которые там служат, они остались, как сказать, без крыши над головой. Вот тут пишут, нет блиндажей, солдаты вынуждены лететься в палатках, далеко не первой свежести. Было вовсе вопиющий случай в Лысогоре, недалеко от Шушака, да, солдаты остались вообще без крыши над головой. И теперь в ведомстве заявили, типа, что инженерные работы проводятся постоянно, но толку от этих работ нет. Потому что эти все военнослужащие армяне очень сейчас, как сказать, жалуются, что там нет вообще условий никаких для службы. Военнослужащие армии обороны, написано Арцаха, после войны оказались без привлечения в ужасных условиях. Многие воинские части разрушены, либо оказались на территории, переданной Азербайджану. И теперь вот в СМИ Армении показались фотографии одного из солдат, где он стоит по колено в окопе. Вот. Это как сейчас служат армянские солдаты. Они вот в таких окопах ведут, как сказать, службу. Окоп вырод им же саперской лопаткой. Страшно представить, что случится, если вдруг с той стороны начнут стрелять. Не нужно быть военным, чтобы понимать, что эффективно обороняться в окопе глубиной метр с брусфером. Это и жанра фастастики. В общем, окопы должны быть полноценны во весь рост. А вот он по колено вырвал себе, как он может обороняться? При этом азербайджанская армия за считанные часы с помощью экскаваторов оборудовала приличные траншеи, глубокие, с ячейками, с огневыми точками. В них можно стоять во весь рост и вполне успешно вести оборону. В общем, пишут, как, мол, эта власть так относится, как сказать, к своим военнослужащим, которые стоят. Вон там еще вода, если дождь придет, то вообще будет по колено в воде. А военнослужащие Азербайджана находятся, так сказать, в хороших условиях и служат в нормальных, так сказать. У них вырыты окопы, и они хорошо там защищены в случае нападения. Ну, в общем, вторая тема – это армяне начали взрывать армян. Кровавые разборки в Агдере. Ну, как раз вот как они служат там, у них нет условий службы, они начинают уже подрывать друг друга. Там армянские капитулянты все еще не оставляют попытки сымитировать существование так называемой армии на горного, так сказать, на территории Азербайджана. Ну, свою армию, как бы. С теми правдами и неправдами пополняя ряды пушечным мясом. Так, об этом сообщил канал проект «Калибр». Несмотря на то, что после громкого репортажа американского журналиста «Патриал Ланкастера» сорвались скрытые поставки армянских солдат в транспорте для строительных материалов, которые везли на территорию Карабаха. В общем, сейчас везут многих этих армян служить с помощью транспорта, грузовиков, которых туда загружают, как бы, ну, стройматериалы там всякие, и они туда, как бы, попадают. Ну, и вот теперь случилось там несчастье у армян. Буквально на днях в разбитом на голову бывшем пятом оборонительном районе купационного контингента ВС Армении воинской части 49971 совершил суицид военнослужащий расформированного против танкового батальона Рам Григорян. В общем, сам он взорвался гранатой. После позорного поражения, его, ну, как сказать, пытались его вынудить нести бесполезную службу. В общем, армян туда засылают, в эти окопы вот по колено, которые они там стоят, не оборудован у них. У них нет условий, они там, видно, уже и начинают там уже выпивать, и, в общем, у них уже начинает уже нервный стресс, срывы происходить. Ну, и вот один взял и подзарвал все гранаты. В общем, это по информации YouTube проекта «Калибр». Так что неудивительно. Ну, и вот еще взрыв гранаты. Что-то в последнее время, что армяне стали подзрываться на гранатах и кидают друг друга гранатами. Взрыв в доме и заброшены гранаты. В Карабахе арестован житель Мартуни. В общем, сейчас зачитаю. Гражданину Нагорного Карабаха предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и применении боеприпасов. Вот они хранят гранаты в своих домах. Так. Житель Мартуни Нагорного Карабаха арестован в связи со взрывом в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Карабаха. Отмечается, что гражданину АА 5 апреля забросили гранату на крышу дома жителя Мартуни Аванесяна. Гражданин, в общем, забросил гранату на крышу соседа. В результате взрыва причинен ущерб имуществу гражданина. Вот так вот. Возбуждено уголовное дело. Гражданину этого АА 88-го года предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении, применении боеприпасов в качестве меры пресечения его избран арест. Следствие продолжается. В общем, начинается армяне друг друга закидывать гранатами соседей. И, в общем, одного в тюрьму посадили за такое, так сказать, нарушение. Ну, в общем, вот такие новости. Сам удивленное в последнее время что-то точно стали гранатами кидаться там. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч.